Ну и вот Анна Ивановна Трофимова никогда в жизни не рисовала, а сынок у нее Юра был стиляга. Он был единственный стиляга в Алапаевске. Это был конец 50-х, это еще было до фестиваля молодежи и студентов. И тогда уже МГБ переформировали в КГБ. Годы еще такие, у Юры было трое младших братьев и сестер. Отец его после войны, когда пришел, он через какое-то время умер от ран. Жили они небогато. Ну Юля, поскольку он был единственный стиляга в Алапаевске, у него все было как положено. И брючки такие, все, ездил он на велике. Ездил он на велике, там транспорта общественного не было. А где стиляги работать в Алапаевске? Правильно, он работал в доменном цехе. Вот. И рисовал картинки. Рисовал картинки, но он в свое время насмотрелся, видимо, там поллока, вот, еще кого-то. Ну и такую абстракцию, вообще роскошную такую абстракцию. Кстати, мы вот это вытащили все через 60 лет, и я вам скажу, что это серьезно он рисовал. Ну и вот, показывать ему некому. И показывал он это все у себя там на заводе. Там все смотрели, там это. А потом кто-то сказал, что он рисует картинки. И вот Юру вызвали в КГБ. Надо понимать, вторая половина 50-х. Это здесь, может быть, кто-то слышал, что какая-то оттепель была, до туда не дошло. Его вызывают в КГБ всерьез, на полном серьезе, по-настоящему сидит не кто-нибудь, а майор. И говорит ему, ну что рисуешь? Он говорит, да я вроде, он говорит, не знаю, нам уже все доложили, мы все знаем. Рисуешь. Ну что я тебе скажу? Ну давай рисуй, рисуй, рисуй. Давай еще немножко порисуешь и это. И он выходит оттуда, вот такой загруженный, бредет домой, приходит домой и говорит, мама, все, нам капец. Меня вызывали в КГБ, они сказали, что если я буду рисовать, они меня посадят. Она говорит, о как. И вот они сидят дома, такие грустные, а уже смеркаются, сидят, так смотрят на улицу, пригорюнились оба, сидят, что делать не знают. Она говорит, она ему так говорит, Юрка, а что, тебе охота рисовать-то? Говорит, ну что себе, мама, еще куча мне охота рисовать? Она говорит, да, Юрка, попали мы с тобой в историю. И вот они сидят, а что, говорит, страшно тебе? Говорит, о, мама, еще как страшно. Вот. Она сидела-сидела, уже смеркается совсем, потом она вдруг подумала, и говорит, знаешь, что, Юрка, я и знаю, что мы сейчас будем делать. Я, говорит, точно знаю, что мы будем делать. Говорит, что мама мы будем делать? Говорит, знаешь, что, Юрка? Давай, говорит, ты рисуй, и я буду с тобой рисовать, пусть вместе сажают. Вот. И вот так она начала рисовать. Это подлинная история, то, что я вам рассказал. И, естественно, я это все... Ну, я записал сразу, чтобы далеко не ходить. Я записал, и рассказ этот назвал «Уважаю русских». Он коротенький, еще короче, чем я вам рассказывал. Хотел, чтобы так называлась книжка. И попал в очень интересную ситуацию. Я умею работать с текстами. Когда у меня есть время, когда мне нечего делать, я понимаю, как их выстраивать. У меня, ну, все равно, худо-бедно, есть какой-то слух, есть с кем советоваться. Но с этими текстами лучше не работать. Вот как записано, вот как сказал все время Брусиловский, как есть, так лучше всего. Не поддаются уже какой-то такой обработке. И я еще поймал одну вещь, что у меня есть рассказы, которые можно разматывать на полноценные романы. Но это потом, когда кто-нибудь придет после меня, если что, мне не жалко. По сути, я просто коллекционирую вот такие сюжеты. И в свое время, я когда завел живое жену, мне его зарегистрировал Антон Забавных. Это парень, который стоял у истоков Яндекса здесь с 2005 года. Я когда писал, через меня проходило очень много людей с такими историями, что просто вот коллекция сюжетов. Я просто записывал как сюжеты, не знаю, может, когда-нибудь там долгими зимними вечерами можно будет возвращаться. Ну, любой пишущий человек, если ты один раз законспектировал, ты потом это можешь развернуть. Вот. А второй рассказ в этой книге, который меня поразил, это то, что мне рассказал Эчик Александрович Барцев. Ну, вы, наверное, слышали этот рассказ, я его рассказываю уже. Вот. Но, когда ты пишешь сам, что-то ты фиксируешь, потому что все равно исследовательский такой подход. И я даю привязку к реальным событиям и к реальным людям, что если после меня кто-то придет, исследователь, то можно зацепиться. Иногда я в тексте даже даю сноску, что это можно найти там-то, там-то. И, конечно, особенно в сегодняшнем, в контексте времени, становятся актуальны некоторые вещи. В свое время я встретил Макаревича. Для меня Макаревич, ну, машина времени, это машина времени. Для меня он очень серьезный русский поэт, с совершенно своим голосом. Он стихи практически не читает, а издавал он их один раз. У него очень красивые, мощные стихи. И мы однажды с Макаревичем разговорились. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я хочу Галичи перепеть. Облака клубут в облаках. Я говорю, а что, вдруг? А он говорит, вижу, что актуально. Вот. И к тому, что актуально, мы однажды с Максом Боровиком возвращались из долгой экспедиции. Это было 10 лет назад. Возвращались из долгой экспедиции. И где-то уже вообще в поляк без дорог ехали и уже вынырнули. Вынырнули у Суксуна. Вынырнули у Суксуна. И там что-то заехали в музей. И там девчонка была такая, Наташа. Ее звали, не помню сейчас. Я вспоминаю, Токарева, сотрудница музея. И мы с ней сгоняли, там поблизости есть село, называется Дикие озера. И она мне рассказала историю про Дикие озера. В 37-м году Дикие озера, Дикое озеро, там провалы карстовые вот эти, видимо из-за этого. В Дикое озеро в 37-м году приехала комиссия из района. Значит, сели в клубе, выпили, дернули председателя колхоза. И говорят, значит, смотри, вот список. Значит, так, кулаки, подкулачники, троцкисты, контрреволюционеры. Значит, по каждой категории. Сколько у тебя чего? На, посмотри сейчас это. Он говорит, да что смотри-то, у меня нету никого. Они говорят, да ладно, ты что, дурак что ли? Он говорит, да я вам говорю, у меня нету ни этих, ни этих, ни этих, ни этих. Они ему говорят, ты что, дурак? Он говорит, ну я не знаю, но если у меня нету, я вам что скажу? Ну нету у меня. Они говорят, ты что, не понимаешь? А он разозлелся, он говорит, слышите, если вам люди нужны, ну меня заберите тогда. Меня заберите, а вот таких у меня нету. Они покрутили пальцем на высках, плюнули и уехали. Так вот Дикое озеро, это единственное место там было в округе, где никого не забрали. В Суксуне забирали, в Нижнеюрдинске забирали, отовсюду забирали, в Советинске забирали. А оттуда никого не забрали, потому что председатель такой оказался. Вот такая вот была история. Меня эта история тоже задела, и это тоже история о красивом и серьезном человеческом поступке. Я надеюсь, что у меня в книге этот рассказ есть, что-то я испугался. Не знаю. Вот. Получилось так, что я эту книгу писал, но я ее не читал. Вот, в самом деле, думал о другом, возможностей не было. Просто вот скидали все, собрали. И вот ССТ, ну, конечно, это моя лина, кого линия. А вот эту книгу, это у меня... Я же прозу писать не собирался. Мало того, я к этому относился так снисходительно, поскольку я писал стихи. И у меня даже такая строчка была, что даст нам Бог, не перейдем на прозу. А потом на прозу перешел. Мало того, Юра Беликов приехал с интервью. Приехал Юра Беликов, я его давно не видел, хороший поэт, потому что в Перми там такой куст был. Там и Виталик Кальпидий оттуда, и Слава Дрожащих замечательный, Беликов, Асланьян, там много. И Юра приехал, я его не видел много-много лет, обрадовался. Сели с ним работать, он первый вопрос. Женя, вот как же так, почему ты перешел на прозу? Я прозу писать не собирался, а потом Юля говорит, Розен, он говорит, сделай книжку, рассказывай. Он говорит, у тебя много всяких рассказов, сделай книжку, мне приятно будет. Я эту книжку сделал Юле на день рождения. Но эта книжка структурирована, она действительно как книга. Как книга, как вот книгопродукт, как издательский продукт, значительно выше, чем вот эта вот. Но, а эта книга, она вышла в серии, они ее сделали немножко по-другому. То есть, судя по всему, они мне отказывают в каком-то писательском мастерстве, они говорят, давай это будет книга в серии личный архив. Я расстроился сначала, а потом, я говорю, а что у вас там в личном архиве? Они говорят, у нас там Януш Корчик, Фрида Викторовна, Дмитрий Лихачев, я говорю, ладно, делайте. На самом деле, они мне заказали две книги. Они мне заказали две книги. Одну книгу по типу салаухинских черных досок. Причем эта книга, судя по всему, он в ней пишет о Глазунове, когда он говорит художник, один художник. И она мне понятна. Она мне понятна. Вторую книгу рассказов. Книга рассказов, она у меня как бы всегда есть в голове. А книгу про иконы я хотел сесть и спокойно, спокойно сделать. И меня начали теребить. Они меня начали теребить. Естественно, книги у меня нет. Но я посмотрел, какие у меня исследовательские рассказы есть. И несколько рассказов закинул, они обрадовались, они сюда вошли. То есть, это впервые я в этом жанре что-то написал. Но мне очень сложно оказалось, потому что я начинаю, в своем как исследователь, начинаю лезть глубоко, мне ничего не хватает. А вообще, это серьезные рассказы. И когда-то я сделаю из них нормальную полноценную книгу с картинками. Ну, что еще рассказать? Я на самом деле много могу рассказать. Но есть вещи. Я по своему произволу, просто по своему произволу, могу менять какую-то картину мира в рамках своей книги. Могу себе позволить. Здесь есть рассказ. Когда мне просто стало очень жалко человека, я изменил концовку. Я так обычно не делаю, но иногда я так делаю. Вот. Потому что мне просто... Человек попал в жалкую ситуацию. Я хотел его немножечко поднять. Но там есть, я не знаю, кто почувствует, не почувствует. А вот когда я начал говорить, про кольцо замкнулось. Я никогда не мог понять, откуда в Алапаевске столько художников. Понятно, что где-то наив, где-то чуть серьезнее. Но их там действительно очень много, если в таком Алапаевске они сделали собственный себе музей. Вот. И никогда не мог понять, откуда, что может взяться. А у меня в деревне, моя деревня, там километров в пятидесяти от Алапаевска, жил священник, которого все уважали. Он был человеком просвещенным. Его действительно любили и уважали. Такое бывало, потому что во времена земства, после реформы, некоторые люди из русской интеллигенции вдруг почувствовали, что от них что-то зависит, что они реально могут влиять на обстановку. Плюс схождение в народ в свое время тоже дало свои результаты. И русская интеллигенция как-то оценила, поняла свою миссию. И на самом деле сделано было очень много. И вот он, видимо, был из тех, вот этот священник, и он своего сына отправил в Казань, в университет. И сын его учился в Казани, а потом познакомился с Фешиным. И учился у Фешина. Вообще, Фешин, когда уехал в Штаты, он в Штатах считается гением, он основал там Академию и оставил после себя огромную школу. Вот. У нас здесь, меня Волович все время натолкнул, был такой знаменитый художник Михайлов. Он был тоже прямой ученик Фешина. Про него есть книжка, мне Юля не дала ее сюда поставить. Про него есть книжка, я там, издали книжку, я написал немножко. Вот этот вот художник Михайлов, он познакомился с Воловичем сразу после войны, возле оперного театра Волович стоял, что-то рисовал. Он подошел, там через плечо посмотрел, говорит, очень плохо. Вот. И потом познакомился, и дома Волович у него бывал. А в 47-м году вот этот Михайлов сошел с ума, и сжег все свои картины, и осталось у него 20... И жена его вытащила из печи 27 небольших работ, там метюдики с обожженными краями, я их потом все оформил, сделал. И он с 47-го по 88-й год провел в сумасшедшем доме. Вот. Ну это я так, был прямой ученик Фешина. Ну и вот. А и вот этот вот священник из моей деревни отправил сына в Казанский университет, тот познакомился с Фешином, и у Фешина учился, и был хорошим художником. А потом этого священника расстреляли в 18-м году. Вообще, гражданская война очень сильно прошла в том направлении. Бои были везде. Вот эта вот дивизия Красных Орлов, это на самом деле явление было очень серьезное. У нас до сих пор на огородах находят оружие, особенно вот в Арамашево, там в сторону Улопаевска дальше. Вот. Историю Красных Орлов написал Бажов, но эту книгу потом отовсюду изымали, видимо, потому что он ее достаточно серьезно написал. Ну и вот. И священника этого расстреляли, вот у нас место это есть, за рекой, где его расстреляли. И его сын об этом узнал, и приехал его похоронил, закончил всю учебу, и уехал в Алопаевск в 18-м году, и жил там, и учил живописи. И вот так вот у меня круг замкнулся, я много лет не мог понять, откуда и что взялось в Алопаевске, а оказалось, что вот так вот это из моей деревни, вот этот человек, который родился в моей деревне. Вот. Такая вот была история. И я расскажу еще один рассказ, я не знаю, здесь он есть или нет. Вот. Это история, которая заставила меня на самого себя посмотреть другими глазами. Я когда был маленький, от меня отец очень много требовал. Ну, видимо, он хотел, чтобы я реализовал все то, что он не реализовал. Реально очень много требовал. То есть я жил под этим грузом постоянно, поскольку я отца умудрялся разочаровывать везде и постоянно, или он для себя считал, что нельзя, ну, нельзя как-то хвалить. Еще у меня было все время ощущение, мне всю жизнь приходилось доказывать, что я на самом-то деле я хороший. Вот. Ну, и был момент, когда я уже, наверное, вообще смирился, и как есть, так есть. И вот однажды со мной произошла история, которая просто развернула мою жизнь. Вот. Я не знаю, есть ли это книги или нет. У меня товарищ был Женька Кандыбаев. Про него есть несколько рассказов, потому что это вещи очень характерные. Он жил в Верхневенске, ну, в зоне. Я там в Верхневенске постоянно бывал, много там, что знаю в округе, особенно когда, ну, исследовательской такой работой всерьез занимался, там я знаю все окрестности, все старообрядческие там анклавы. Там, кстати, была красивая история. Я, опять же, не знаю, есть ли оно в этой книге или нет. Там жил один художник. Там жил один художник, звали его Толя. Фамилию я сейчас не скажу. И вот этот Толя ни с того ни с сего взял и нарисовал огромный плакат и повесил его через дорогу на въезде в город. Никто не знал, что это он нарисовал. Он нарисовал плакат, там было написано «Хрущев козел, слава русскому народу». Поселок затаился вообще. Такого не видели. Это было самое начало 60-х годов. Такого не видели. Все ходили, думали, кто это мог сделать. Вы представляете? Огромный кусок кумача и через всю дорогу на въезде в город. А надо же понимать, что Новоуральск там, ну, это город режимный совершенно. Там Бирьевская вочина в свое время была, атомная промышленность и все такое. И все, у них весь город притих, что-то происходит. И туда, в этот город, вдруг высадился десант. Приехали люди в штатском, но с такой военной выправкой. Такие с блуждающим взором, но при этом очень внимательные. И художника этого разоблачили достаточно быстро. Его разоблачили, приволокли на допрос. Причем допрашивали очень жестко. Ему сразу объяснили, что если он сейчас не будет давать признательные показания, то он поедет туда, где есть всех цитрусовых, только клюква, которую он будет давить своей задницей до скончания века. Рассказали ему красиво. И он вспоминал уже пожилым человекам, он говорит, их не интересовало, почему Хрущев козел. Их интересовало, почему слава русскому народу. Вот они прямо просто бзик. Потом, когда они поняли, что он просто дурак, они успокоились. Я ему потом говорю, Толя, а почему Хрущев козел? Ты что, у нас через третью мировую войну не загнал? Я говорю, все понял, извини. Вот, это я про Верхневенск. Не знаю, есть этот рассказ или нет. Ну и вот. Женька Кандыбаев мой товарищ, гонщик, он был мастер спорта. Я благодаря ему в те годы в автоспорт ну как-то потянулся. У меня была спортивная машина восьмерка. Хорошая машина такая. Я на ней переворачивался несколько раз. Она у меня вся такая замазанная была. Но очень хороший двигатель. И у меня был товарищ, с которым я просто краем был знаком. Он там вместе с ним где-то играл в волейбол. Хороший парень, Андрюха Урденко, он сейчас в Екатеринбурге живет здоровенный. Вот. И как-то мы машину загнали туда делать. И Женка звонит и говорит, приезжайте, потому что 31 декабря уже приезжайте, заберете машину. А я каждую возможность использовал просто потренироваться. Я на шипованной резине не ездил принципиально. То есть я ездил на обычной БЛКе. А это такая резина, что там если минус 10, если ты тормозишь, то ты метров за 300 уезжаешь. То есть как на коньках. Ну и вот. И выкатывает ему машину. Его машину первую выкатывает. Он говорит, ну что я тебя дождусь? А я же гонщик. Что я? Что ты, говорю, езжай? Женька мне говорит, слышишь, твою машину только минут через 10 выгонят. Я говорю, да ладно, я его догоню. Но это была такая наглость. Машины практически одинаковые. Тот говорит, ну ладно, смотри, мы с ним поспорили на ящик коньяку. И он поехал. И мне Женька так говорит, слышишь, давай какой-то через 10, через 5. Я говорю, да ладно, что я это? Ну поехал через 10 минут. Ну кто кого догонит там? 80 километров ехать кого там? Все это уже. Но я все равно поехал очень по-честному. Причем я поехал так. Понятно, что я пристегнулся на все ремни. Включил весь свет. Поехал, у меня там первый же это там вынесло сугроб, пошел через капот. Но я уже все это уже как на соревнованиях еду, выпучив глаза. И вдруг понимаю, что шанс остается, что он так никогда не поедет, как я, что все равно остается какой-то шанс, ну и вваливает. И там кусочек такой низина перед подъемом. И вдруг вижу, стоит машина на аварийке. Это 31, надо понимать, 31 декабря, времени часов 8, и мороз по 30 градусов. И машина на аварийке стоит, мигает. Блин, я думаю это, ну думаю, и мужик с бабой пляшет вокруг машины, москвич какой-то. Я думаю, ну идиотом, ну надо же. И проезжаем мимо них, и вот что-то мне, вот что-то мне не так. Ну я начинаю, съезжаю в обочину, начинаю тормозить, там пока переключался, затормозил. Короче, пока я к ним задним ходом ехал, у меня шея затекла, как я далеко уехал, но уже я понял, что никто никого не догонит. Подъезжаю к ним, давай на них ругаться, что я говорю это? Они говорят, у нас масло вытекло, у нас масло вытекло. Я говорю, и что теперь? Вот. Они говорят, ну ничего, вот, блин, ну я что, открываю багажник, лезу, достаю им масло, и говорю, вот что бы вы делали, если бы я не остановился? А они мне говорят, а мы знали, что вы остановитесь, откуда вы знали? А перед вами, говорит, парень проезжал на синие восьмерки, он остановился, у него масла не было, он сказал, что минут через восемь за мной поедет парень, он остановится и даст вам масло. Они говорят, а мы его переспросили, он говорит, знаете что, он точно остановится и точно даст вам масло. Вот. И меня этот случай настолько поразил, что мой товарищ выдал мне вот такой аванс, настолько серьезно, он этот аванс выдал, он, представляете, какой риск, хрен знает, сколько километров до города, зима, дым стоит вертикально, минус 30, два человека замерзают, он им спокойно говорит, он сейчас остановится, это он настолько был во мне уверен, и это заставило меня немножко по-другому посмотреть на жизнь, он мне реально выдал аванс, ну который я продолжаю отрабатывать всю жизнь, вот такая вот история.